МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Частота и порядок в городе – дело каждого горожанина. В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог. Контроль за ходом работ на всех дорожных объектах города осуществляется ежедневно. Почти тысячи выездов пожарных на тушение травы. В регионе начался пожароопасный сезон. Сегодня в Рязани впервые стартовала акция «Чистый автомобиль». Ее инициаторами выступила администрация города совместно с госавтоинспекцией, активистами автомобильного сообщества и молодежной администрацией. Как сообщают в пресс-службе администрации, акции не носят карательного характера. Ее задача – акцентировать внимание общественности и всех автовладельцев на том, что чистота и порядок в городе – дело каждого гражданина. Марина Комиссарова расскажет об акции подробнее. Ни для кого не секрет, что с наступлением дождливой погоды улицы нашего города становятся настолько грязными, что большинство автолюбителей предпочитают не заморачиваться с помывкой собственной машины. Однако госавтоинспекции и молодежная администрация города считают, что даже в условиях рязанских реалий можно и нужно содержать свой транспорт в чистоте. Идея провести акцию «Чистая машина» родилась в молодежной администрации города. На инициативу откликнулись сотрудники ГИБДД. Инспектор тормозит автомобиль, водитель готовится показать документы и удивляется, потому что сегодня сотрудник госавтоинспекции вручает ему губку или сертификат со скидкой в автомойке. Кроме того, проводят беседу о том, что чистый автомобиль – это уважение к другим участникам дорожного движения и к самому себе. Сотрудники госавтоинспекции поддержали молодежную инициативу и вышли проводить подобные рейдовые мероприятия на улицах города Рязани. Согласно требованиям правил дорожного движения, государственные номерные знаки обязательно должны быть чистые и читаемые с расстояния 20 метров. Именно поэтому необходимо свои транспортные средства держать в чистоте, для того, чтобы не создавать проблем ни себе, ни сотрудникам госавтоинспекции. Акция прошла в четырех точках города – на Театральной площади, в районе улицы Спортивной, на улице Островского и на Московском шоссе. В первую очередь, внешний вид города – это очень важный момент. У нас на дороге очень большое количество проблем. Но в первую очередь, чистый автомобиль – это лицо водителя, лицо города. И это не менее важно, чем остальные проблемы, которые существуют. Думать о чистоте своего транспортного средства – важный шаг на пути к опрятному городу. И даже несмотря на грязные улицы и необходимость мыть машину практически после каждой поездки, запускать внешний вид своего транспортного средства все же не стоит. В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог. В настоящее время проведены работы на 87 улицах из 134 запланированных. Контроль за ходом работ на всех дорожных объектах Рязани осуществляется ежедневно силами дирекции благоустройства города. Дополнительно проводится выборочная проверка специалистами городского управления. Контроль у нас осуществляется ежедневно. Специалисты дирекции благоустройства города выезжают ежедневно на объекты. У них есть для этого специально 4 куратора по каждому району города, которые в течение всего дня проезжают по объектам, выписывают предписания, если это есть, если есть необходимость их выписать. И также специалисты администрации города Рязани осуществляют выборочный контроль за производством работы. Общий объем отремонтированного дорожного полотна за неделю составил почти 7400 квадратных метров. По словам представителей администрации, четырех дней благоприятной погоды будет достаточно для полного завершения ямочного ремонта в областном центре. В ходе осмотра работ 18 апреля были выявлены нарушения на Касимовском шоссе. В частности, подрядчику было указано на несвоевременную уборку мусора и неполный охват поверхности при уплотнении асфальта катком. Эти замечания рабочие обязались устранить в кратчайшие сроки. Еще одно нарушение было выявлено на улице Шевченко, где подрядчик на прошлой неделе подготовил выбоины к ремонту. Однако до сих пор работы на этом участке не завершены. Дмитрий Наумов заявил о принятом накануне решении расторгнуть контракт с этой организацией и найти другую, которая выполнит эти работы до конца. Городу такие подрядчики не нужны. То есть было принято решение расторгнуть с ним контракт и найти другую организацию, которая бы выполнила эти работы. То есть, к сожалению, не все подрядчики работают так, как нам нужно. Их с некоторыми приходится расставаться. На привокзальной площади у железнодорожного вокзала Рязани-1 тем, кто встречает и провожает пассажиров, отныне отказывают в бесплатной парковке. Напомним, ранее автолюбители могли на 15 минут припарковать свое авто бесплатно. И этого времени вполне хватало для того, чтобы приобрести билет, выгрузить и загрузить пассажиров с вещами. Но отныне счетчик на оплату тикает с первой секунды. Стремительно уходит в прошлое романтика провожать и встречать на вокзале. Помочь донести чемодан и помахать след уезжающему поезду становится экономически невыгодно. Но недавно ставшей платной парковки у железнодорожного вокзала Рязани-1 отменили действие первых бесплатных 15 минут. Ранее этого времени должно было хватить, чтобы приобрести билет, доставить пассажиров или встретить приезжающих и загрузить багаж. Отведенных минут было недостаточно. Если все перечисленное сделать и успевали, то вот выехать через пропускную систему бесплатно удавалось не всем. И владельцы парковки нашли выход. Теперь счетчик на оплату тикает с первой секунды. Как объяснил инвестор, из-за бесплатных минут возникали конфликты и драки. Все водители выехать не успевали. И чтобы всех уравнять, было решено ввести единую оплату. Обыкновенные граждане, в этом нет никаких абсолютно проблем. Так как у нас с другой стороны дороги, буквально разница получается в 7 метров. Более 50 бесплатных парковочных мест, пожалуйста. В этом нет никаких проблем. Зато теперь уменьшилась почасовая оплата на протяжении первых 4 часов. Что, возможно, хоть как-то будет компенсировать недовольные эмоции автовлюбителей. Прежде хоть за полчаса парковки, хоть за час платить следовало 30 рублей. Теперь же только 20. Также снизилась цена суточной стоянки с 350 до 190 рублей. А вот еще одни железнодорожные ворота в город – Рязань-2. Здесь смотреть на часы не приходится никому. Пассажиры, автомобилисты, таксисты занимаются своими делами. Покупают билеты, спешат на поезд, забирают, встречают и друг другу не мешают. Парковка тоже бесплатная, но уже у автовокзала таким комфортно похвастаться не может. Здесь на небольшом закутке за место под солнцем приходится бороться нескольким десяткам машин. Благоустроенная площадь самого вокзала как будто забыла о полноправных участниках привокзальных будней, о тех, кто провожает и тех, кто встречает. В Главном управлении МЧС прошла пресс-конференция на тему организации работы по предупреждению пожаров на землях различных категорий на территории Рязанской области. Обсудили вопросы прохождения пожароопасного периода в регионе. На сегодняшний день в области произошло более 950 случаев возгорания сухой травы. Общая площадь пожаров составила более 2500 гектаров. Участие в их ликвидации приняли около 3000 человек личного состава пожарных подразделений, добровольной пожарной охраны и тысячи единиц техники. Роман Дворецков обо всем подробнее. По словам руководства ведомства, чаще всего горела трава в городе Рязани, где огнеборцы совершили 139 выездов. В Рязанском районе – 122 выезда и в Скопинском районе области – 90 выездов. В связи с жаркой и ветреной погодой органами местного самоуправления принято решение о введении особого противопожарного режима на территории 76 муниципальных образований с реализацией дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах. В этой связи хотел бы отметить, что данные населенные пункты, где и поселение введено особый противопожарный режим, вывешены на сайтах главного управления. Обратиться можно к поселению, уточнить данный вопрос. Также в средствах массовой информации это опубликовано. Сотрудники органов надзорной деятельности совместно с полицейскими и представителями администрации муниципальных образований в ходе патрулирования жилых массивов выявили факты сжигания сухой травы. В результате к административной ответственности были привлечены 135 граждан. Общая сумма штрафов составила 77 тысяч рублей. На территории Рязанской области утвержден перечень 45 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. То есть населенных пунктов, расположенных на расстоянии менее 100 или 50 метров от лесного участка в зависимости от этажности застройки. Кроме того, на территорию области в зону повышенной опасности от лесных пожаров попадает 20 садоводческих некоммерческих товариществ и 13 детских оздоровительных лагерей. Как рассказал Сергей Филиппов, правилами противопожарного режима вводится запрет на разведение костров, проведение пожарноопасных работ, а также сжигание стерни, отходов и мусора. Обращаясь к жителям города, Сергей Филиппов отметил, что сжигание сухой травы и разведение костров может привести к уничтожению сотен гектаров леса. Такие меры вводятся для того, чтобы избежать последствий 2010 года, когда в области полностью сгорели несколько населенных пунктов. За поджоги сухой травы виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Окончание учебного года не за горами, и поэтому перед выпускниками и их родителями сейчас встает вопрос о предстоящем поступлении в высшие учебные заведения. Наряду с этим активную работу проводят и сами вузы нашего города. Одним из них является Рязанский филиал Московской академии экономики и права. Там на днях состоялось заседание совета филиала вуза. В нем приняли участие руководители учреждения, представители профессорско-преподавательского состава, аспиранты, адъютанты, магистры и представители студенческого совета. Обсуждались различные темы, в том числе рассматривался план работы по набору абитуриентов на предстоящий учебный год. Подробности в сюжете Анны Герцовской. Мероприятие началось с торжественного чествования юбиляров, одних из лучших работников заведения. Профессоров, результаты работы которых выходят не только за рамки вуза, но и за рамки страны, что говорит о высоком статусе Рязанского филиала Московской академии экономики и права. От имени ректора академии профессоры были удостоены высшими наградами учебного заведения. Евгений Прысь, директор Рязанского филиала, поздравил юбиляров. Юрий Сетракович Бадальянс, доктор исторических наук, профессор, награждается знаком первой степени за многолетний и плодотворный труд, высокопрофессиональный и личный вклад в развитие российского образования. Юрий Бадальянс и Михаил Кошелев работают в академии более 20 лет. Между собой они сотрудничают 43 года. И учитывая многолетний опыт, в своих выступлениях они подняли тему не только развития этого вуза, но и системы образования в целом. Оба профессора отметили, что в последние годы им стало тяжело работать. По их словам, происходящее преобразование играют не на руку как самим преподавателям, так и студентам. Я думаю, что мы вступаем в какое-то совершенно другое время, в другую эпоху. Наверное, это уже новые люди, которые будут учиться и жить будут, наверное, совсем не так, как мы. И, может быть, даже не они к нам, а нам к ним придется приспосабливаться. Но все же в том числе и эти профессоры уже сумели передать свой опыт работы большому числу людей. Их ученики получили основные элементы классического российского образования. Теперь и они активно участвуют в жизни совета филиала. Это преподаватели и студенты вуза. Председатель студенческого совета Алевтина Ишина, выступая на заседании, обозначила основные направления по развитию межвузовской, межгородской и международной связей учебного заведения. Обозначила план научной, учебной и спортивной деятельности на ближайшее время. Хочется сказать, что базы для широкого развития этих направлений в Рязанском филиале достаточно хорошие. Ведь помимо заслуженных преподавателей, материально-техническая часть вуза является весьма развитой. И даже в непростой экономической ситуации в стране и в регионе в частности, это учебное заведение крепко стоит на ногах и старается делать все возможное для улучшения качества предоставляемого образования. 12 апреля отметили Международный день космонавтики. Ровно 55 лет назад состоялся легендарный полет Юрия Алексеевича Гагарина. Поэтому Роскосмос объявил 2016 год годом Гагарина. По всей стране в эти дни пройдут памятные мероприятия. Наш город, кстати, посетил летчик-космонавт Владимир Аксенов, дважды герой Советского Союза, конструктор космической техники и почетный гражданин Рязани. Встреча с ним состоялась в РГУ имени Сергея Есенина. Мероприятие прошло в рамках космической декады вуза. Формат встречи был максимально открытым. Все гости смогли послушать рассказы космонавта о его работе и задать любые вопросы. О быте космонавтов, о полетах и особенностях профессии, а также истории из жизни рассказывал рязанцам летчик-космонавт, герой Советского Союза и почетный гражданин Рязани Владимир Аксенов. Действительно очень интересно. Мы с группой ходили в астрономическую обсерваторию, нам там проводили экскурсию. Много нового всего рассказали. Это очень интересно и увлекательно. Вот действительно мы все просто подвержены этому влиянию и хотим узнать много нового. И вот интересно увидеть человека. Узнать, как проходили его первые полеты, почему он именно выбрал профессию космонавта и вообще узнать, как там в космосе что-то может быть интересного, звезды, что он там видел. Очень интересно. В год 55-летия первого полета человека в космос знаменитый космонавт рассказывает, почему именно наша страна осуществила этот фантастический шаг – послать человека в космическое пространство. И победа это фактически такого же уровня в своем плане, как и победа в Великой Отечественной войне, которая освободила мир весь от идеологии фашизма. Победа на научно-техническом уровне нашей страны – это тоже знаменовало того, что на то время она была ведущей и самой сильной державой мира. Это все новости, которыми мы успели поделиться с вами. Благодарим за внимание и прощаемся до завтра. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok